Здарова! Это плейлист по разработке игр на движке Unreal Engine 4 и в этом туре я покажу, как можно облегчить и упростить обучение и работу в самом движке путем локализации на русский язык в плане не визуально программы все перевести на русский нет, а именно будет описание нот которые нужно знать вот допустим я навелся и видно что и на английском языке пишется и на русском пишется теперь таким образом новичок или средний был бывалый разработчик сможет как бы упростить себе работу если он чего-то не знает обращаем внимание то что пишется английский и русский язык визуально в движке ничего не меняется то есть не будет такого что как многие переживают зачем переводить это заставить локализацию типа на русский когда будет непонятно чё к чему если у нас путеры все на ю тубе и вообще в интернете все с английским языком поэтому это папка локализации сделает вам только дополнительное описание в котором если вы не знаете что значит это нода сможете хотя бы приблизительно понять или полностью понять ее цель так сказать да поэтому если вам эта тема нужна берете ссылку в описании под видео скачиваете папку локализации самое главное заходите куда и устанавливать заходите и в раздел где вы установили движок вот у меня стандартный раздел у е4 26 и 5 вот заходите в папку с движком выбираете папку engine конфиг и вот папка локализация просто на все в пустое место кидаете мою папку ссылки ну папка локализации если но нас по-любому спросит заменить перезаписать файлы нажмите перезаписать после этого за перезапускаете движок и все у вас все будет работать и как бы ну да есть такие моменты где не все переводится но в основном не переводится то что вы сами руками создали то что записано внутри движка разработчиками разработчиками его да то это конечно переводит все что вы создали своими руками допустим функции какие-то вот допустим касту на винта хер два он будет переводиться а если это допустим стандартная но да то конечно она будет переводиться не знаю мне лично это очень помогает вот поэтому если видос был полезен сразу ставьте лайк подписывайтесь на канал буду благодарен это поможет развитию плейлиста спасибо за просмотр всем пока